А в Америке продают куклы, которые растут. Не врут. Не врут. Я вот вырасту, денег накоплю и куплю тебе такую. Валерия, сон! Немедленно открой зонт. И по лужам. По лужам не смейте ходить. Слышите меня? А еще там продают жвачку, которая надувает все, что только захочешь. Захотел барабан, а барабан надулся. Да, а пупсика? И пупсика. А вот маму она может надуть самую-самую настоящую. Мама, я думаю, она не надулась. Туда, скажи, батька. Ну и нафига она тебе сдалась, а? Семнадцать лет без нее жила. И еще столько же проживешь. Не, ну прожить-то, конечно, проживу. Но увидеть ее хочется. Ну увидишь, и что дальше? Думаешь, обрадуется? Думаю, вряд ли. Знаешь, Тема, хочется хоть раз ее увидеть и в глаза ее посмотреть вот так. Понять, есть там хоть что-то человеческое или нет. А если честно, хочется на нее посмотреть, плюнуть ей под ноги, молча развернуться и уйти. Понял? Понял. Что-то никого, короче. Дай стянусь. Опа-на. Это кто это там прется? Опа. Это же Гарри Поттер наш. С Леркой Рогачевой. Слушай, я не понял, она что, до сих пор, что ли, с ним трятся? А ты что, не знаешь? Гарри Поттер в нее еще из детского садика влюблен. Они там чуть ли не в один горшок писали. Ха-ха, ты такой идиот. Прости. Но она ничего такая. Да? Как тебе? Смотри. Ноги прям. Ну такая. Секс-бомба. А тебе-то чего? Да ничего. Просто. Ага. Прикольно. Слушай, Тём, там, там, короче, двор перекопали. Может, это, возле дома пройдем? Ты бы сразу сказала, что Павлов в окне висит. Ладно, иди сама, я вам вдоль дороги пойду. На остановке подожду. Как хочешь. Эй, Бейба. Слушай, бросай своего ботана и приходи вечером ко мне. Я подумаю. Алан, чего думать? Приходи, музыку послушаем. Тихо. Прикольный бобец. Да, красиво. Кисту диагностировали. Кисту, Капитолина Андреевна. Браво, диагносты. Это у нас последняя плановая? Да, Капитолина Андреевна. В неплановых, надеюсь, тоже не будет. Надеюсь. Мы сегодня с Валерией поедем к профессору Корецкому. Будет поступать в этом году в медицинский. Что, Лерка все-таки надумала? Лерка надумала? Что Лерка может надумать? Надумала. Чем ей думать, кобылица необъезженная? Как я скажу, так и будет. Капитолина Андреевна, простите, там мужчину привезли с острым аппендицитом. Давайте, заканчивайте здесь. Привезли, завозите. Вот и пообщались с профессором Корецким. Набери ко мне Валерию. Музыка. 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 Немного цвета! Ты что, совсем дурочка? Нельзя трогать! Сама ты... Может, рыбку опять кутаем? А сколько стоят волнистые попугайчики? Зайник на клетке прилеплен. Рыбку не хочешь, а что хочешь? А говорящие попугайчики у вас есть? А попугаю хочешь? Пожалуйста, дайте нам этого попугая. Пусть вы не можете. Субтитры сделал DimaTorzok. Добавил Диму. 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 Диму открыто. Ага. Дай мне Тему. Да, Капитолина Андреевна. Диму. Я надеюсь, ты мне хотя бы врать не будешь, да? Что? Ну-ка, дай-ка трубку Валерию. Ты что делаешь на улице, засранка? Ты долго будешь шляться? Ты долго будешь мне врать? Что, бабушка? Я уже 17 лет бабушка. А учитывая твой характер, эту цифру можно помножить на два. Нет, я из ума не выжила, моя девочка. Ты головку-то наверх подними. Здарова. Ты только сегодня приди домой. Я тебя прибью. Я тебя своими руками прибью. Не жить тебе. Капиталина Андреевна, извините, пожалуйста. А ты готова? Хорошо, что готова. Идем работать. Придурки, ты ж надо так проколоться. Ну все, Темка, давай, тише домой. Нет уж, пока Капиталина Андреевна не придет, никуда я не уйду. Так я сказала, Артем, ты сейчас встанешь и живо отправишься домой. С места не сдвинешься. А я сказала, сдвинешься. Очки на пяль. Ты без них на хомяка больного похож. Давай без хамства, а? Слушай, мы уже взрослые, ясные, и каждый из нас имеет право на свою личную жизнь. У меня сегодня с Павлова свидание. Ну и что ты в нем нашла, а? У него же мозгов меньше, чем у птеродактиля. Твое какое дело, а? Чего ты меня всю жизнь достаешь? Я к тебе привыкла, как вот к этой скамейке. Дура! Там дурак! Капиталина Андреевна, вот, тут из Москвы звонили, срочно вас разыскивали. И вот тут телефон, по которому связаться с ними надо. Вы уж, пожалуйста, свяжите, голубь. Спасибо, спасибо. Иди, Нюрочка, иди. Ну, я пошла. Я сейчас звоню, иди. Ну, я пошла. Иди. Я, что ты. А ты чего выстрелился? Такой же придурок, как ты! Ты чего мокрая-то такая? По дождь попал. Какой дождь? На улице солнце. А я на автомойку зашла. Дома просто воду горячую отключили, так вот меня заодно с чьей-то иномаркой помыли. Да ладно, чего ты мне гонишь? Знаешь, папа, вот если серьезно, я в реку с моста упала. Понятно? Реально? Ты как умудрилась-то? Что, прям с этого, что ли, какого? Не, ну про птеродактиль это в яблочко. Ты чего не видишь? Я мокрая, мне холодно. Может ты дашь уже мне во что переодеться? А, сейчас дам, ты чего творешь-то? Ты это, только не до гола, короче, а то у меня просто предки могут прийти. Угу. Вот, джинсы и свитер. Угу. И че темноту-то навела? Ты че делать собираешься? Ты, Павлов, особо не возбуждайся. Да я... Я ничего такого делать не собираюсь. Угу. Так, ты мне знаешь, что скажи? Че? У тебя это окно во двор выходит, а другое на улицу, так? Угу. Ну, там крыша магазина, так? Угу. Ну че, ну? Получается, мы там можем на улицу вылезти, правильно? Зачем же, Лерочка, в окно лезть, когда дверь есть? А затем, Павлов, что во дворе Темка дежурит, ясно? Нет. Нет. Ну, если тебе сейчас не ясно, то я с ней уже никогда не будет. Полезли в окно, Птеродактиль Павлов. Слайдленно. Покус. Пусть. Покус. А кальчина. Покус. Покус. А кальчина. Покус. 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 Сынок, у тебя там все в порядке. Ты это, постой. Я сейчас первый прыгну, потом тебе руку подам. Классный я столь, я так не прыгал. Слушай, ну давай, не дрейфь, высота детская. Давай, не дрейфь. Нормально? Можно? Значит, можно. Отвали, а! Ты что? Что тебе? Понравилось? Нормально вроде. А мне не понравилось. Понятно? Вообще знаешь, что ты это, ну короче, курить бросай или зубы там чаще чистил. Слушай, да ладно ты, не гони, блин. А то я знаешь, со сколькими целовался. И нормально всем понравился. Ты завтра придешь, просить еще будешь. Дурак ты, Павел. Что ты? Ага. Ладно. Спасибо за шмотки, завтра отдам. Слушай, Лера, кто это, тиродак? Ученый один, геморрой открыл. Ага. А зачем мы с крыши-то прыгали? А мне врач по лестнице запретил ходить. Ясно? Ясно. Угу. С крыши прыгает. С моста упала бы я. На всю голову шандарахнутая. Ну, Дениска, Дениска, да только не плачь. Мама скоро поправится и поедет с тобой на Красное море. Ладно. Оля, я туда позвонила, телефон оставила, пока не перезванивали. Я попозже им домой позвоню. Ты поспи, я еще зайду. Лера, дура. Лера, дура. А я иду, думаю, что за наседка сидит под моим подъездом, яйца высиживая. Ты что тут делаешь, ботан? Лера Рогачева у тебя в квартире? Лера? Рогачева? Ты что, удод, что ли? Как она может быть у меня в квартире, если я три часа как из дома ушел? Три часа назад она была еще со мной. Я только что ее в окне у тебя видел, она в одном лифчике была. Ручки мне помахала, шторы задернула и все. Какой лифчик, какие шторы. Ты что, за нос что ли? А, ботан, прости, я же забыл совсем. Это же она для тебя разделась. Она тебя там ждет. Разделась догола и тебя ждет. Давай, ботан, не пропусти счастье. Ты сейчас получишь, пошел. Давай отсюда. Пойди-ка сюда. Привет. А ты что тут в засаде-то сидишь? Заходи, присаживайся. Как скажешь. Тебе семнадцать исполнилось? Угу. Значит, семнадцать лет кто тебя тащил? Кто тебя обувал? Сейчас я в лепешку превращусь. Но ты получишь хорошее образование. Бабушка, я не хочу быть врачом. А я тебя спрашиваю. Я не удивлюсь, если ты мне принесешь скоро в Подоле. Ну, так же, как твоя непутевая мать. Так имей в виду, я его тоже выращу. Только ты вылетишь отсюда. Забуду про тебя. Так же, как про твою непутевую мать. Бабушка, успокойся, пожалуйста. Никто тебя пока в Подоле ничего не принес. Ты себя в зеркало видела? А? Что за шмотки на тебе? Это шмотки Павлова. Какого Павлова? Меня просто на улице водой облили. И я когда к Павлову, ну, домой пришла... Ты к Павлову домой пришла? К Павлову она пошла домой, да? По квартирам чужим шляешься? Шляешься? Хватит! Я ничего такого не сделала, чтобы на меня так орать. Ты себя видела? На кого ты похожа? Тухарьди блесневелый. Ты не женщина, ты бульдозер. И ты не доктор, ты мент. Монстр в юбке. Вон пошла отсюда! Неблагодарная. Тёма, открой мне, руки мокрые. Привет. Только ни о чём меня не спрашивай, отвечать всё равно не буду. Ой, Лерусь, привет. Хорошо, что ты пришла. Вкусная курочка? Вкусно. С утра ещё бегла. Прожарилась? Угу. Всё нормально? Ой, слушай, а ещё помидоры, огурцы есть. Ты чё вообще, а? Будешь? Да, буду. У меня теперь все-таки побольше витаминов надо. А чё тебе побольше витаминов надо? Так я же беременна. Положение я. Перестань кашлять. Нашёл время кашлять. В смысле? Да ты что? И? Перестань буду. Да ты что? Бабушку сейчас всё обсудили, она не против. Да ты что? Сказала, что поможет Маникова воспитать. Да ты что? А кто отец? Отец кто? Димка Павлов. Ты что делаешь? Он ненормальный. А ну вытирай давай. Да ты что? А, Павлов козёл. А ты знаешь, это даже хорошо бабушка поддержит. Угу. Угу. Ну, а Павлов чё? Угу. А чё ему? Он своё дурное дело сделает, правильно? Ну да. Всего свободен. Да я замуж скоро ухожу. Да ты что? За кого? Как за кого? Да. За джунгу вашего. Нет. Нет. Это нет. Тетя, тетя. Нет. Вы так не нервничайте. Я, конечно, понимаю, что это очень радостно для вас событие. Иди сюда. Ой. Ну, смотрите, мы же коротневая пора, а? Повернись. Вот он в костюме, я в свадебном платье. Ну, чем не Кен и Барби, а? Ага. Вы знаете, поживём, поживём мы пока у вас. Да? Артём предложил. А ребёнку он решил на свою фамилию записать. Ага, это Тёма мой предложил и решил, да? Ага, девочка, девочка моя родная, ты знаешь, у него нету места. Вот это вот, которым решают и предлагают, знаешь или нет? Ты что руками размахиваешь, а? Нету места. Ты что тут разорвалась? Тёма, девочка, а? Смотри, разговариваешь. Надо будет, ты женюсь, а? Всё, хватит, тётя Света, спектакль закончен. Я не беременна, и в жизни я не выйду замуж за этого вашего Тёмку. Ну, и хорошо. Тёма? 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 Тёма, 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 тёма. Тёма, помнишь, ты в детстве обещал подарить мне куклу, которая растёт? Помню. Подари мне такую куклу. Купи мне жвачку, из которой можно надуть всё, всё, что только захочешь. Раскрась мою жизнь яркими красками, иначе я умру от тоски в этом городе. У меня ж никого нет, кроме тебя. Ты не похож на больного хомяка, прости меня. Да ладно? Тёмка, мне скучно, скучно. Тёма, я потопала. Надеюсь, бабушка уже остыла. Может, пока оставишь их в банке? А крысу так и не нашёл? Понятно. Вот, наконец, дозвонилась. Алло. Да, это квартира Рогачёвых. Я, я Лера. Что? Что? Да, сейчас. Так. Да. Спасибо вам большое, что вы позвонили. Мы обязательно приедем. Явилась. Обхамила бабушку. Пришла, сидит тут как мумия. Чего ты как мумия сидишь? Фен выключи, пожалуйста. Чего? Фен выключи, фен. Чего ты орёшь? Пока ты мылась, звонили. Кто? Из Москвы. Женщина, соседка. С мамой плохо. Так и знала. Так и знала, что она объявится. Объявилась, не запылилась. Заболела, говоришь? На жалость бьёт. Мать твоя, как лошадь здоровая. Бабушка, ты чё несёшь? Она твоя дочь. Она моя мать, и она умирает. Кто умирает? Ты мне такими словами не разбрасывайся. Ты знаешь, что такое смерть? Ты знаешь, что такое болезнь? Зато ты знаешь. И если ты врач, ты обязана вот взять и поехать туда, даже если у тебя к ней нет никаких материнских чувств. А если ты не поедешь, я сама туда поеду. Поняла? Я сейчас туда звоню и говорю, что я сегодня же выезжаю. Дай мне адрес. Во, видела? Совсем черкнулась, да? Ты что думаешь, я твою пасть не раскрою? Лёдь! Да. Да. Поняла. Поняла, я сказала. Меня тут срочно на работу вызвали. Чтобы ты тут глупости не наделала, я применяю крайние меры. Ты что, совсем у зуба выжила? Ой, я Лерку твою, эту, как облупленную, с детства знаю. Ой, какая она в детстве была девочка. Даже не девочка просто, да? Это же одуванчик. А с возрастом что-то у Леры с головой твоей происходит. Ты со мной согласен? Согласен. Ты согласен, что у неё с башкой что-то с возрастом стало происходить? Согласен. Потому что гены. У неё мать такая была придурочная. И она такая же будет. Гены. Как это называется? Ген на инженере? Нет. Генетический анализ. Генетический анализ. Ты видишь, как я проанализировала это всё? Опять этот телефон трындит без конца. Просто поговорить с тобой невозможно. Да, Лер? Да, Лера. Тём, слушай. Короче, бери все деньги, которые ты на мопед копил, и живы, и дуй ко мне. Понял. Да, Лерочка, конечно. Ты куда? Ты куда? Тём, ты в дверь трезвонишь. Да я заперта. У меня в Москве умирает мама, поэтому я сейчас срочно выезжаю к ней, деньги потом тебе как-нибудь отдам. Что? Ну и что ж ты закрыты, Тёма? Закрыты двери, но есть ведь ещё окна. Давай, жди меня внизу. Лерочка, ой, дурочка, что ж ты делаешь? Господи, Господи, сделай так, чтобы она не разбилась. Пожалуйста, сделай так, чтобы она не разбилась. Лерочка, пожалуйста, Господи, Господи. Господи, жива. Тёмка, на кого ты похож? Ну всё, погнали, а то мне ещё билет надо успеть купить. Давай. Капитолина Андреевна, с вами всё в порядке? Во, мой вагон. Поживее молодые люди. Так, деньги в платке, платок в кармане, всё. Лер, мне как-то тревожно. Слушай, Тём, ну что может случиться? Всё, мне пора. Лер, подожди. Лер, я... Я люблю тебя. Ладно, Тёмка, до встречи. Лер, ты как только приедешь, сразу мне позвони. Хорошо? Всё. Ну и чё, прикинь, короче, раздевается она почти до гола и говорит. Дмитрий, я хочу, чтобы ты был моим первым мужчиной. Чё, прям так ты сказала? Да я тебе реально говорю. Нифига себе. А ты ей? Я говорю, Лер, да я не против тебя трахнуть, понимаешь? Ну твоя же бабка, она же мне потом весь мозг. Слушай, скажи мне, чё я эту очкастую потлатываю рожей, целый день себе не вижу, а? А в фонарейце Гарри Репоттер на ночное рандеву выпался. Здорово, пота. Привет. Почтай, мы тебя пепку вам угостим, что ли? Я не пью. Да ладно, мы тут события одно отмечаем. Рогачёва твоя касается. Ага, у Лерки сегодня праздник. Она Димону отдалась. Я сегодня твою Рогачёву девственность лишил. Вот, это у нас боец. Сиди, смотри, как я ему зубы выпью. Уважаемые пассажиры, убедительно просит вас не оставлять свои вещи бесплатные. В случае обнаружения вещей, оставлю на пустоту для пассажирцев, а также посторонних предметов. Просим исполнительных сообщить об этом русском и кабинете или работе на жилет на дорогу. Чё встала, как чучело в огороде? Шевели ластами давай. Пошли в пень. Мама, я писать хочу! Ты посмотри, все кабинки заняты. Пойдём, дома пописаем. Может, кто там подох? Э-э-э! Понос чё или там? Совсем офигелее. Чё ты там копаешься? Давай быстрее. Да иду я. Отдай мои деньги у коровок! Ты чё такое? Отвечай! 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 Милиция! 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 Ну? А что ну? Я же сказал, что я ничего не знаю. Не врать мне! Не врать! Не врать! Ушла! Смотри сюда. Вот эти руки, видишь? Я вот этими вот руками каждый день людей из могилы поднимаю. Замолчала. Я этими руками сейчас твою башку дырявую оторву. Ой, не надо голову оторвать. Его вчера по голове ударили. Правильно сделали. Откуда у нее деньги на дорогу? Где взяла деньги на дорогу? Украла? Я не знаю. Раз он говорил, что не знает, значит точно не знает. Я сейчас тебя спрашиваю. Нет, может, Борщику? Поняла. Вот вы, Капитолина Андреевна, можете отрывать мне любую часть тела, какая вам больше по вкусу. Рвите, сколько вам будет угодно. Вот, вот, можете даже отрезать, ради бога. Ты что, зачем? Не надо. Что, Тёма? Не влезай, мама, пожалуйста. Что значит, не влезай, когда тебя вчера вон как изуродовали? И так-то не красавица. А вы, Капитолина Андреевна, знаете, что я вам скажу? Вот если я с виду такая, ну, как сказать, женщина не воинственная, как вам кажется, но сына своего я вам обижать не позволю. Ты сказала, всё? Угу. Отошла? Ага. Адрес? Я не знаю адреса Капитолина Андреевна. Ну, смотри, Тёма. Смотри, с огнём играешь. Психи. Ну, в общем так, денег мы твоих у них не нашли. Они мошенницы, рядятся в монашек и собирают пожертвования в якобы одностроительство храмов. Ну, в общем, всё, что я могу тебе сказать, точнее даже посоветовать, будь повнимательнее в Москве. Ясно? Ясно. Угу. Э, а паспорт у них всё подарила? Говорю уж тебе, соберись и сконцентрируйся. Деревню. Деревнюю, ясно, ясно, ясно. Деревнюю, ясно, ясно, ясно. Деревнюю, ясно, ясно, ясно. Деревнюю, ясно, ясно. Деревнюю, ясно, ясно. Деревнюю, ясно. следуйте за мной Садитесь в транспортное средство, девушка Быстро! Первый, первый, я четвертый, в мое отсутствие усильте наблюдение Выставите наружную охрану, возможно у задержанной есть сообщники Алло Да, Мишель, здорово Как дела у тебя? Да нормально, да ты что, сдал? Красавчик, а я как всегда, что перестал Михаил Михалыч, я вам перезвоню, давайте У меня сейчас задержанная в машине Ага, на связи Простите, простите, пожалуйста, а вы меня куда везете? Сдавать Куда сдавать? В милицию Милицию? Не надо в милицию, я там сегодня уже была Это только усложняет вашу ситуацию, девушка Вам теперь закражу сосисок Лет двадцать, да Сколько? Простите меня, пожалуйста, понимаете, я просто очень хотела есть А у меня все наши с Тёмкой деньги на вокзале какие-то коровы украли Стоп-стоп-стоп-стоп-стоп-стоп Так это хорошо, это облегчает ситуацию Это что, Кремль? Я просто первый раз в жизни вижу Кремль И в последний В следующий раз его увидишь лет через двадцать Если доживешь Можете опустить руки, девушка А куда вы меня привели? Это же не милиция Вижу, что не милиция Прошу Я решил накормить вас перед задержанием Вы мне понравились Слушай, ну ты блин даешь, я тут мозгами не поехала Мозгами? То есть ты уверена, что они у тебя есть? Ладно, извини, пожалуйста Нет, просто такая симпатичная девушка И такой кефир в башке Как ты живешь вообще с этим всем? Знаешь, можно подумать, ты очень умный Я же в Москве первый раз Откуда я знаю, какие у вас порядки? Ты мне показал, что документ Документ? Это был пропуск на автостоянку Ладно, все хорошо сняли Давай знакомиться Как тебя зовут? Меня Лера Валерия Рогачева Чудно, меня зовут Макс Но с учетом твоего оригинального этикета Максим Изотов Понятно Ну рассказывай, чего ты как Ты что здесь делаешь? Ну я же тебе Машине уже рассказала Я приехала Из другого города Ни за что бы не подумал Честное слово, вот смотрю на тебя Прям вылитая москвичка Ладно, давай питайся быстро А то у меня всего час свободного времени Еще сегодня зачет сдать И тебя куда-то надо отвезти Слушай, ты что сегодня вечером делаешь? Я не знаю, а что? Просто хотел тебя пригласить куда-нибудь Приглашай Приглашаю Пригласил? А теперь не надо на меня так смотреть Хорошо Я вообще отвернусь и больше вообще тебя смотреть не буду Видишь вот тот высокий белый дом? Ага Я там живу Да ладно, что один? Нет, с мамой, папой и собакой Слушай, а мне кажется он на дом правительства немножко похож Да ладно? Ну да, я в новостях видела И флаг такой же на крыше Так это он и есть Это просто правительство в другой дом переехало А туда жильцов заселили Вот, ты же смотришь новости Ну вообще да Че пропустила? Хватит меня разыгрывать Ладно, давай лучше рассказывай В каком-то институте учишься Только варенье мне в уши не закладывать Я тебе все равно больше не поверю Отлично Варенье в мусорку Во-первых, учусь я не в институте, а в универе Хотя один фиг и там, и там засадок Меня туда предок засунул Позвонил ректору И меня в тот же день зачислили Да ладно А у тебя че, предок? Президент страны? Да нет Один очень важный и очень занудный человек Президент страны Продолжение следует... 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 ЗВОНОК В ДВЕРЬ ЗВОНОК В ДВЕРЬ ЗВОНОК В ДВЕРЬ ЗВОНОК В ДВЕРЬ Красота. Урод. Блин. Так ты ее сын? Солнышко мое, ты открой капот. Открыл? Да, умница. Там есть такая штучка, а там такая железячка и там такая дырочка, так вот эту штучку вставь в ту дырочку. Ну, просто вот чуть-чуть-чуть. Послушайте, ты человек ленит. Для меня это очень важно, вы понимаете? Поняла, да? Вот. А теперь нагнись, нагнись, солнышко мое. Ну, нагнись, просто нагнись. Открой капот. Там тоже есть такая штучка, то есть с таким носиком. Ну, как тебе сказать? Ну, как клювик, что ли? И тоже надо вставить там дырочку, да? Поняла? Поняла? Пожалуйста, разрешите мне ее увидеть, пожалуйста. Нет, еще раз нет. Я же вам сказал, об этом не может быть и речи. Извини, солнышко, это я не тебе. Это тут, здрасте. Это тут так просто. Залила? Залила. Ну, вот прекрасно. А теперь закрой капот. Девенька, я вас очень-очень прошу. Очень-очень-очень. И еще раз вам говорю, об этом не может быть и речи. Тут больница. Тут тяжело больные люди. Тут не место здоровым, твенноногим девицам. Алло, это я, не тебе, солнышко. Тут одна девочка. Ну, какая девочка? Ну, просто девочка. Да нет, солнышко, это... Солнышко, это не в том смысле, в котором ты подумала, девочка. Это просто девочка. Ну, тут много, как таких, много девочек. Это... А не так, как ты подумала. Нет, ну ты что. Дятенька. Это просто девочка, которая... Ну, тут... Алло, алло, солнышко мое. Алло, алло. Здрасте. Ну, что? Ну, пожалуйста, я на нее только посмотрю. Вы понимаете, я же ее никогда-никогда не видела. Видела, не видела. Это не имеет никакого значения. Это невозможно. Слушайте, если вы не прекратите, я сейчас охрану вызову. Поняли? Поняли? Не тупые вы, не человек. Вы знаете кто? Вы фашист бесчувственный. Слушайте. 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 Слушай, у меня идея, короче, Кирюх, делаем так, я вот Сася сегодня точло возьму. Он что, тебе даст? Да куда он денется, конечно, даст. Прям сигаретку у меня закончилась, позвоним Маринке, скажем, чтобы она девка какую-нибудь там взяла. Вы симпатичный. Ну, да. О, у меня чего, глюки ли, тачкастые грузила, наш горячо любимый Гарри Поттер? Да нет, Кирюх, это не глюки. Здорово, ботан, мышцы качаем, да? Да и смотри, реально качал ведь, а? С очками выкупка, проблема у нас. А надо ему второе, для симметрии треснуть. Да, слушай, давай возьмем его пиво нам таскать. А че, грузик есть, грузик. Убью, нафиг убью, убью, еще раз подойдете, нафиг убью, уроды, гады. Тише, 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 не ори еще, а то иди мне, тихо, палочку отдай. Это ты сам? Я тебе уже говорила, что меня зовут Лера. А кто я такая, ты знаешь? Ладно, давай питаться. Ты че делаешь? Ешь давай, хватит фигней заниматься. Ешь. Тебя тут как в ресторане. Я сейчас в больнице была, безрезультатно. Завтра утром опять пойду. Пойдешь со мной? Пойдешь со мной завтра к маме? Ау! А ты всегда, когда ешь, глухой становишься? Блин. Денис, я через полчаса уйду, и ты сможешь читать свою книгу, сколько тебе влезет. Денис, посмотри на меня. Тебе что, общество мое неприятно? Так, понятно. Это что? Где мое барахло? Я тебя спрашиваю, где мои вещи? Я тут орала, как дура. Прости меня, пожалуйста. Ну, ты это, это, не плачь. Завтра молочные привезут, там эти. Ящики тяжелее, денег побольше дадут. Счастье-то, ну... Не в деньгах счастья. Счастье-то, счастье-то, когда эти люди тебя уважают. Понимаешь, когда продавщица, она не ах... Хватит! 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 Гераклит бухой, ты здесь философствуешь, она там одна. Без денег. У нее денег нифига нет. Ты... Ну... Вы хотя бы знаете, сколько мне ишачить нужно за эти деньги. Знаете? Ну... Чего ты психуешь? Тебе это... Тебе успокоиться надо. Чего думаем? Идейка одна есть. Сейчас. Знаешь что? Мы сейчас с тобой это... По глоточку. Я не пью. Так я тоже не пью. Я так сказать... Выпиваю. Сейчас глоточек настроим. Не буду, нет. Не буду. Холодненько. Нет, буду. Вот. Давай. Только это. Значит, смотри. Ты это... Выдохни. Ижним глоточком так. Оп. Ижним глоточком так. Ты сразу за кузовом. Давай-ка. Одним. Вот. Вторую. Чтобы совсем покой наступил. Давай-давай-давай-давай. Одним глоточком. О! О! Максюта! Здорово! Как делишки? Привет. Привет. Друзья, знакомьтесь. Это Лера. Здрасте. Твоя новая пассия? Опять на улице подцепил? Не поверишь. В магазине. Господи. Сколько на свете наивных особей, которые ведутся на твои дешевые выходки. Томаш, я вчера заезжала в один бутик, видела такой потрясающий пиджак. Тебе к премьере. Он весь такой серый и с кожей питоном. Меня не прет серый цвет. Это мрачно и не оригинально. Макс, а Тинка говорила, что видела твоего предка вчера с какой-то дешевой мурзилкой. У него гормональное обострение. С весны. Антон себе новую тачку купил, Ягуар. А Никита вас приглашает к себе на выходные. Кстати, ты плавала на его яхте? Очень надо. Я этого Никиту терпеть не могу. Он весь такой пафосный. А подружка у него страшила кривоногая. Простите, а вы чем занимаетесь? Да. Я скоро поступаю в медицинский. Медицинский. Это хорошо. Очень хорошо. Лечить нас всех будете, да? У тебя бесполезно. Запущено. А родители ваши чем занимаются? Она только сегодня прилетела из Мозамбика. Ее папа Белл Гейтс, мама Кандализа Райса, сестра Пэрис Хилтон. Сама она содержит благотворительный фонд в поддержку размножения скутцев. У тебя еще есть какие-нибудь вопросы? Чего ты к девушке пристал? Постой, постой. Нам всем очень хочется знать. Нам всем очень интересно узнать про твою новую пассию. Дин, видите ли, Маша, или как вас там, Вера, я и Макс, мы… Дина, заткнись. Нет уж, Макс, дай я скажу. Так вот, Маша, мне очень жаль моего бывшего бойфренда, вкус он теряет окончательно. Вот смотрю я на вас, на всю такую дешевенькую, провинциальную, и понимаю, что именно, вот именно скунсами вам и нужно бы заниматься. Маша. Меня зовут Лера. Лера. Я приехала из города, о существовании которого ты точно не знаешь. Родителей у меня нет. Я никогда не видела ягд, ягуаров и пиджаков из кожи питона, но я плевала, слышь ты, плевала на все это говно. Но, если ты думаешь, что ты можешь просто так мне нахамить, ты ошибаешься. Твое здоровье. Ё-моё. Вымя спрячь, в иномарка. Ты сумасшедший, понятно? Челкнутый, глухонемой и больной на всю голову. Нахрена ты мне крысу в постель подсунул? Нет, я не могу проказать. А-а-а-а-а. И что мне теперь делать? А? Где я за эти деньги человека по лимось найду? А-а-а-а. Где я за эти деньги человека по лимось найду? Заболела она? Совсем заболела. Как вчера сняла, так и не встаёт. Совсем, то есть ноги отнялись, а? Заболела, значит, поднять надо. Иначе ты за неё работать будешь. Чё, 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 не слышу? Да я на ухе-то плохая, говори, громче. На ухе плохая? Чё, чё? Сама, говорю, полы будешь мыть. Ёпперный театр, не ури. Не глухая, чё слышу. Я за её работать не буду. Сама еле ногами шевелю. Чё же, мне, чё ли, полы мыть и суд дотаскать? Вот и мой. Ступай-ка домой. Ступай, ступай. Емеля никого не велел сюда впускать. Не пугайся. Да ладно, не пугайся. Ты мне не мешаешь. Хоть поговори, с кем будешь. Ну-ка, жопку подыми. Вытру. Опа! Прям зайца. Я сама такая же была, прыгучая-то. По молодости-то. А вот сейчас, 72, так еле ноги шевелю. Во! А ума ещё не свихнулася. Во, моя сменьшица. Как только слегла, вчера, всё. Ноги отнили сюдей. А вот кто теперь будет полы мыть, судно с подвольных вытягивать? Кто? Некому? Ёперный театр. Что? Что? Вам тут санитарка нужна? Я санитарка, да. Санитарка. Вот. Полы мою. Да подождите вы. Судно выношу, вытираю. Я хочу быть санитаркой у вас тут. Слышите? Я. Ты не ури, я слышу. Не глухая. Иди-ка ты к Эмеле. Он тебя возьмёт. Иди, иди. Ну что? Очухался алкоголик. Ой, как хорошо. Давай-давай. Побейся ещё головой об кровать. Побейся. Это что ж ты меня так позоришь-то, а? Это ж где ж твоя совесть-то вот эта вот гнилая, а? Никто, Тёма, в нашей семье не нажрался вот так вот, как ты. Никто. Ни отец твой. Ни дед твой. Ни бабка. Никто вообще в нашей семье. Ты где и с кем ты вчера нажрался? Ну, перестань. Нарецкие звуки причиняю, мне больно. Ты что, мне хамишь, что ли? Ты хамишь? Вот был бы отец жив, он бы вот эту вот дурь из тебя, знаешь, как выбил. Я тебя спрашиваю, где и с кем ты вчера нажрался. На складе я вчера нажрался. На каком складе? С дядей Витей нажрался. Каким дядей Витей? Мама, задолбала ты мне со своими вопросами. Что? Задолбала. Смей меня бить. Ой, пусти. Не пущу. Пусти мне больно. Не пущу. Не пущу. Пусти мне больно. Мама... Мам... Больно? Конечно, больно. Смотри, какие синяки. Прости, пожалуйста. Уи! Играет музыка. 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 Насчет фашиста ты не права, Перебова, а вот насчет бесчувственного, может быть и права. Ну что ты выставил? Сиди, работай. Рогачёва! Я вот что хотел тебе сказать. Ну что, мир? Мир. А высадка трудового десанта. К вам санитар прикомандирован. Пополнение рабочего персонала. Санитарка, следуйте за санитаром. Так, поставь ведро на место и проваливай. Слышь, кому говорю? Не-не, не слышу, чего? Поставь ведро, ты понял? Сюда нельзя, тут больные. Я тоже не вполне здоров, так что я по адресу. Отдай, прольём! Отдай, прольём! Слышь, кому говорю? Чего ты орёшь, как резаная? Объясни мне. Слышь, ты психопат, ты лимита, ты хамка, но я... В общем, я о тебе думал. Знаешь, ты клёвый. Ты очень крутой, ты супер-пупер-мегапой, но мне о тебе думать некогда, ясно? Ясно. Не думай. Только можно я с тобой в полы буду мыть здесь? И судно выносить? И судно выносить. Во жертвы. Проходите, проходите. Чайку. Сейчас посидим, поговорим. А вот это правильно. Вот это правильно, потому что у некоторых уши длинные, как у этого масла. Уши длинные, мозги короткие. Правильно. Так. Слушай, Свет, я тебе так скажу. Ты его сейчас не дёргай. Угу. Пока эта чёртова девка не вернётся, он будет бешеный. Угу. Маниакально-депрессивный психоз, вызванный отсутствием предмета любви. Первый. Поняла? Это, то есть это он, ну, умом так тронулся, да? Тронулся. Угу. И что теперь он может вытворить ещё? А кто это знает? Это я тебе спрогнозировать не могу. Угу. Короче, зажми свои эмоции в кулак. Вот так? Да. Как с душевнобольными, знаешь? Угу. Тихо и ласково. Ласково. Ого. Ой. Тёмочка, не трогай. Тут же ток. Это же электричество, я сама. Я всё, сыночка, сама сделаю. Всё, извиня. Я правильно делаю. Угу. Глазик болит. Слушай, ты мне точно крысу не подсовывал? Ясно. Тогда извини, киндер. Пойдём купим с тобой чего-нибудь сладкого. У нас есть немного денег. Пойдём. Ладно, тогда пешком Э, ты чего замер? Пойдем 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 Тебе прогуляться надо Тише, тише 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 Ты чего? Боишься, что ли? А знаешь что, Киндер? У меня идея Давай ты зажмуришься крепко-крепко А я тебя на руки возьму Нет, лучше на спину взвалю И мы так с тобой пойдем Совсем не страшно Давай Зажмурился? Пойдем Вот Не страшно Не боимся Слушай, Киндер У меня к тебе предложение Давай ты меня на улице подождешь А то там народу полно И дышать нечем А я постараюсь без очереди Ага Ну реагируй уже Кивай или мотай головой Подождешь? Тормозишь ты долго Ладно Стой здесь Ни шагу ни влево Ни вправо Понял? Я быстро Тормозишь ты Оставь Оставь Болони Музыка Болон Это Конец Что, Капиталина Андреевна, от Леры ничего? Нет. Ой, ну как же это так? Да вот так. И что вы собираетесь делать? Ничего. Она взрослая. Так решила, значит, все. Назад не пущу. В реанимацию, потом в урологию. Капиталина Андреевна, ну, может так нельзя, но она же внучка ваша. Таня, вопрос решен, тема закрыта. Таня, вопрос. Таня, вопрос. Таня, вопрос. Мальчика не видели? Маленький такой, светленький. На нем куртка такая, красная, майка с чекеварой. С кем, с кем, с чекеварой? Мальчика не видели? Маленький такой, лет шести. Блин, он же не разговаривает. Дениска, Дениска! С тобой все в порядке? Все? Дурачок, где же ты был, Дениска, а? Я чуть мозгами не тронулась. Пусть убит? Антонина Тимофеевна, здрасте. Ой, поставьте. Я сама. Ваша смена закончилась. Поставь ведро. Антонина Тимофеевна, представляете, он вчера крысу научилась через карандаш прыгать, она его слушается, как заколдованная. А утром мы с ним хотели воду рыбкам менять. Я хочу сказать. Не знаю. Чего? Ну не знаю. Иди, Камеле. Он тебе все объяснит. Иди. Что, санитарка выстрелила? Иди. Рогачев. Да. Лера. Сегодня утром твоя мама умерла. Лера! Лера! Ты чего, Лера? Лера! Чего скажу-то? Я первый театр. Играет музыка Играет музыка Так бывает в жизни, понимаешь? Денис, ты только не застывай, слышишь? Ты не один, понял? Я тебя не брошу Выкарабкаемся Главное, что мы вместе, правда? А я тебе теперь вместо мамы Запомни это Нам теперь главное денег достать Поняла Это поступок с твоей стороны Ты слышишь меня? Да У нас дома телефон отключили У нас нет денег Я сегодня уже продала Я слушаю тебя Бабушка, не ори Ты слышишь меня или нет? Ты приедешь? Какие больные? Какая операция? Ты что несешь? У тебя в Москве умерла дочь У тебя в Москве внучка и внук Алло Ты что, совсем из ума выжила? Бабушка Алло Дура старая Девочка Иди сюда, девочка Иди-иди Я так понимаю, это ты гостила у Оли Рогачевой Тут час назад приезжали Увезли Дениску Куда? Куда-куда В детский дом, а куда же Мать похоронили Так что сирота он теперь И никого у него больше нет Вон на квартиру только что опечатали Как сирота? Как никого нет? Как никого нет, а я? А что ты? Ни что, а кто? Я сестра его, ясно? Да не кричи, ты малышей разбудишь Куда? В какой детский дом? В 17-й интернат Для умственно отсталых Что? А куда его? У него же с головой не все в порядке Это у вас с головой не все в порядке Это вы умственно отсталая Ну подумай, а Представляешь? Капитолина Андреевна, вам Лера дозвонилась? Она тут все утро вас разыскивала? Дозвонилась Вы так и не решили ехать? Тампон Может быть вы все-таки поедете? Может быть ты не будешь лезть в чужие дела? Капитолина Андреевна А больного в травматологии отвозить? Капитолина Андреевна, что с вами? Ну и что? Допустим, вы Рогачева Допустим, вы сестра Дениса Ну и что? Во-первых, вам еще не исполнилось 18 лет И поэтому ни один суд не оформит вам опеку над мальчиком Во-вторых, ребенок не здоров Он здоров Он просто еще пока не разговаривает Ему уже 6 лет В его возрасте дети книги вслух читают Для такого ребенка главное это эмоциональный покой Стабильность и поддержка со стороны взрослых Все это он получит тут Что он тут получит? Что он тут получит? У вас интернат для умственно отсталых детей Он здоровый Вы не имеете права его тут держать Вы слышите? Иваны ко мне немедленно Посмотрите на их лица Посмотрите На них смотреть больно Вы что хотите, чтобы он таким же жалким стал? Я вам не позволю? Вот Нифига, понятно? Не позволю Да пустите меня Ну-ка Ну все Вот Оперный театр, ты что-то тут разлеглась-то, ступай-ка домой, ступай, я думала ты больше не придешь Баба-то мне жить негде, я у вас дальше буду работать, только можно я к вам еще ночевать попрошусь Вот оно как-то Только не ори, не дерись, не кусайся, не царапайся, только без сын ревности и только не убегай, хорошо? Это была просто моя подружка, просто моя подружка, у меня с ней ничего не было, мы с ней вместе учимся Поэтому ты не имеешь права меня к ней ревновать, потому что у меня с тобой ничего не было Хорошо, хочешь ревновать меня? Давай ревнуй, ревнуй, сколько тебе влезет, отлично, хочешь даже ударь меня? Давай, давай, бей меня отлично, я... Зачем ты сюда приперся? Стой, подожди, да я тебе помогу, я помогу Понимаешь, у нас с тобой явно мезальянцы, но мне на это абсолютно плевать, потому что ты мне нравишься Понятно. Максим, в тот день, когда ты был в кафе, у меня умерла мама. Моего брата забрали в детский дом, квартиру опечатали, мне негде жить. Охренеть. Ну, хоть пока у меня поживи, я тебя со своей мамой познакомлю. Спасибо, нажилась уже. Мне домой ехать надо. Ну, если ты хочешь мне помочь, помоги мне, надо Дениса из детдома забрать. Как забрать? Как угодно. У тебя же отец большая шишка, он может помочь. Понимаешь, тут что случилось? Он вчера ушел из дома к какой-то малолетней дуре. Я, конечно, могу переступить через свою гордость, позвонить ему. Не надо. Ну, подожди, ну, постой, умоляю тебя, постой. На моем отце Свет Клином не сошелся. Давай посидим на лавочке, перетрем твою ситуацию. И что-нибудь обязательно придумаем. Заходите, заходите, Капитолина Андреевна. Садитесь. Ага. А Темы дома нет. Работает, работает. Просто с утра до ночи. Такой измученный приходит. Прямо ночью все занимается, занимается. Готовится к поступлению. Вот. Не знаю, прямо, что с ним такое происходит. Спокойный стал. Спокойный, как старый удав. Все они спокойные. Мне сегодня одна спокойная звонила. Лерка. Ой, да вы что. Радость-то какая. Радость, да. Эта радость меня сегодня старой дурой назвала. Как это? Да вот так. Ну, я не за этим к тебе. Ага. Увольняюсь. Как? Да вот так. Все, износилась я. Сегодня руки на операции затряслись. Чего-то человека не зарезало. Да вы что. Ну, я не за этим. Значит, если Лерка позвонит, пусть Темка у нее узнает адрес. Ага. Ага. Я сейчас там все оформлю на работе и поеду в Москву. Перегнула я полку. Муха и брюхо. Гаврилов, не коверка язык. Ну, а как дура разоралась, рот открыла, а он мне говорит, Рисочка. Дениска, да тише ты, не крути башкой. А ну не ори, Маша. Что ты орешь, как ненормальная? Слушай меня. Ты меня не знаешь. Я друг Леры. Сейчас я подойду к твоей воспитательнице, а ты в этот момент пулей дуй к воротам. Там тебя ждет Лера. Понял? Кивни головешкой, если понял. Молодец. Молодец. Поговори с ним. Ладно? Подожди. Подожди. Я перезвоню. На сцени я перезвоню. Добрый день. Вы сегодня прекрасно выглядите. Риталь. А мы с вами знакомы? Ну, конечно же. Точнее, я с вами знаком, а вы со мной пока что нет. Я ваш поклонник, Рита. Впервые я вас увидел несколько лет назад. Вы шли по улице. Такая юная, такая обворожительная, такая недоступная. Вы знаете, я поэт. Я пишу стихи, свой последний сборник я посвятил вам. Вам, Рита. Хотите, я прочту вам что-нибудь из раннего? Извините, прочитаю в следующий раз. На совещание все из писателей вызывают. Ладно. Вот. Держи, я тебе конверт. Там билеты и немного денег на дорогу. Прикольный пацан. Максим, спасибо тебе за все. Да ладно. Можно подумать, подвиг совершил. А ты... Ты красивый в этом костюме. Красивый, некрасивый. Тебе не нужный. Прекрати. Прекращаю. Знаешь, странные вещи иногда случаются. Я в своем городе от скуки с ума сходила. А тут за две недели целую жизнь прожила. Это хорошо или плохо? Очень хорошо. Ладно. Держи. Я вас провожать не стану. Терпеть этого не могу. Вечером бабке твоей позвоню. И этому. Темки. Я помню, как его зовут. Я Темке утром уже звонила. Ты просто номер поезда и вагона сообщи. Сообщу, не волнуйся. Пока. Молчун. Удачи тебе. Валерия Рогачева. Угу. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Слышь, Денис, время еще есть? Я сбегаю, куплю тебе что-нибудь вкусненького. Деньги у нас имеются, так что можем гулять. Ты как, согласен? Субтитры создавал DimaTorzok Вы присмотрите за ним? Спасибо. Я быстро. Ваш поезд. Пой. Руку давай. Это какой вагон? Седьмой, деточка. Спасибо. Дениска. 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 Я тебя не бросила. Я здесь. Тихо. Успокойся. Я испугался. Ну, чего ты испугался? Я тебе во сколько... Что? Что ты сказал, Денис? Повтори, что ты сказал! Дениска! Ну? Ну, повтори! Дениска, повтори, пожалуйста! Повтори! Повтори! Иди сюда! Опа! Ну, здравствуй! Вот, знакомься, это Дениска. Видишь, привезла тебе в Подоле. Только пелёнки стирать не нужно, он уже ногами ходит и даже суп сам разогревать умеет. Вообще, очень самостоятельный парень. Ну, чего ты стоишь, поцелуй внука, что ли? Ладно. Всему своё время. Да? Пойдём. Лерка! Тёмка! 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 А я про тебя уже всё знаю. Тёмка! 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 Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok